всем привет ребята сегодня я была хотела затронуть так сказать тему отношений особенно моих личных отношений вы могли заметить что видео мелькает кирилл вот и якобы уже хочу изначально выставить так скажем рамки о том что я не хочу там затрагивать как свои личные отношения и ими как-то афишировать я как бы сейчас объясню вам свою позицию объясню почему я как бы придерживаюсь такого мнения и связи с чем я так поступаю во первых я долго решалась на то что вообще в принципе это озвучить да это как-то сказать на это намекнуть естественно никому не говорила как сказать как-то конкретно или точно это не озвучила то есть это все уходило намеками и какие-то вопросы по поводу кирилла своих отношений я отвечать в принципе не буду я эту тему немного открыла на эфире я дала всем понять что как бы я состою в отношениях но с кем как что и о чем вообще почем я не рассказываю рассказывать этого не буду почему потому что я считаю что отношения это что-то личное человека сугубо личное и как-то об этом рассказывать об этом говорить это не совсем есть правильно объясняя почему каждое отношение это какая-то ячейка маленькая там семья ячейка общества и я всегда придерживаюсь того мнения что как бы счастье она любит тишину и не нужно об этом всем трезвонить по сторонам озвучивать чтобы тебя обсуждали обсуждали твои личные отношения как все в них протекает и происходит я выражаю отдельную благодарность тем женщинам девушкам которые в комментариях так сказать ставили что ли некоторые некие преграды и останавливали других комментаторов до по поводу вопросов о том что если нужно будет я об этом озвучу сама еще раз огромное вам спасибо вы действительно правы если я захочу я об этом озвучу самостоятельно не мама за меня это не сделает не папа да я сама соберусь с мыслями если захочу я я об этом скажу потому что я уже как бы не маленький ребенок и по поводу отношений я сама лично для себя решаю о чем говорить а что умалчивать также я могу об этом советовать своим молодым человеком и это тоже с ним как-то обсуждать но они не будут за меня решение понимать мои родители это как бы думаю очевидно почему я все-таки хочу это скрывать я уже озвучивала это на эфире что как бы канала да если твоя жизнь ну ты достаточно популярный до человек я не говорю что у меня мама сверх популярная личность она звезда и звезда ютуба нет ну как бы она этим занимается она это продвигает ей это нравится она продолжает это делать я не вправе ее останавливать я никогда этого делать не буду потому что но это моя мама ей это нравится и то что ей нравится я буду поддерживать основе я точно в этом не буду да я могу как бы не участвовать сама лично в этом но могу как-то косвенно маме в этом помогать советовать что-то подсказывать и тому подобное и в любом случае как бы аудитория, она постепенно растет, и как бы, так как я все-таки свечусь здесь, на канале, то мной тоже интересуется, естественно, интересуется моей личной жизнью, то, чего я не люблю, ну, как бы, я скажу вам об этом честно, я не люблю делиться своей личной жизнью, я не делюсь ее в соцсетях, я не делюсь этим с подругами, у меня есть одна единственная подруга Кати, которая, да, знает об этом и, как бы, знает, ну, что-то определенные, какие-то вещи, да, которые мы можем с ней пообсуждать, поговорить, ну, для нас это нормально, быть подруги, так же знает моя мама, знают, естественно, родители Кирилла, мы в очень хороших отношениях, и мои родители с ними, и я с ними, но, как бы, естественно, здесь мы их светить без их согласия тоже не будем, как-то озвучивать что-либо о них, и я сама против лично светить здесь Кирилла, это мое мнение, это мое решение и мой выбор, Кирилл со мной солидарен, поэтому я его здесь показывать не хочу. Есть популярные пары в Ютубе, в ТикТоке, в Инстаграме, да, о которых вот, которые скрывают свои отношения, ну, и, как бы, к сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью для некоторых, о том, что они встречаются, или такие догадки, они, как бы, находятся сейчас на поверхности. Эти пары, как Даня Милохин, Юля Гаврилина, это как Фогель с Ариной, по-моему, честно не помню, как ее зовут, Аня Покров и Бабич, это, как бы, те персонажи, которые известны подростковой аудиторией, они занимают такую широкую платформу, как ТикТок, и да, они тоже скрывают свои отношения. И извините меня, когда люди в мегаполисах как-то, они собираются выйти погулять, свои вторую половину, там, не знаю, время провести, что маленькие подростки, дети, я не знаю, взрослые, просто из-под тяжка их фотографируют, извините меня, спокойно дышать не дают, ну, мне кажется, это прибор. Я вот подобного не хочу, я не хочу, чтобы мои отношения обсуждались в комментариях как-либо, я понимаю, что этого не избежать, ну, все-таки что-то адекватное должно происходить, а не выходя за рамки извне. Поэтому я говорю о том, что да, у меня есть отношения, да, у меня есть молодой человек, но какие-то подробные комментарии на этот счет я давать не хочу, я не буду. Есть определенные, наверное, подписчики, которые являются больше, как бы, друзьями нашей семьи, да, они могут знать, ну, чуточку больше, ну, совсем немножко, да, и это мое решение, что я там с ними поделилась, да, значит, я доверяю как-то этим людям и тому подобное, вот. В чате, в том же я каким-то историями, допустим, из своей жизни я делюсь. Поэтому те, кто захотят, те меня услышат. Я понимаю, что я до каждого не достучусь, и не все рассмотрят мою точку зрения, но, как бы, это дело каждое. Никому не навязываю свое мнение, никому не заставляю верить мне, не верить, там, прислушиваться, не прослушиваться, делать, не делать. Я выговорилась, я захотела об этом поделиться, я знаю, что есть определенная аудитория, которая меня услышит и поддержит меня в этом. Я в этом уверена, я в них не сомневаюсь, и, да, возможно, есть те, которые, там, будут зло мне язвить. Но это ваше дело, как бы, всегда помните о том, что жизнь — это бумеранг, и все ваши поступки, они потом возвращаются к вам в трехтратном размере. Неважно, плохие они или хорошие. Так что, имейте это в виду, в жизни такая вот вещь. Не знаю, благодарная или неблагодарная решать вам, но я рассказала вам свою позицию, и как я буду говорить о своих личных отношениях. Всем привет! Еще раз, у меня не файл, я не уверена, что это будет в твоем блоге, ну, не суть, короче. Сегодня я делаю борщ по рецепту Ивлева. Почему по рецепту Ивлева? Потому что мне нравится его работа, его рецепты, его проекты и прочее. Вот. Я начинаю с приготовления бульона. Для бульона я использую пальчики-курочки. Лук, морковь и марфа еще, ну, на масле это все будет жариться, как бы, я думаю, это все логично. Вот. Впрочем, все, я кастрюлю с водой набрала, она стоит у меня вон там. Сковорода у меня здесь готовится к обжарке овощей. И, предварительно, лук с муком я почистую, сейчас отрежу всякие попки-непопки. Нарежу на части, чтобы это все врезало в сковороду. Ну, собственно, приступаю к приготовлению. Главный секрет Ивлева, так скажем, это то, что все овощи, в том числе и свеклу, он жарит именно на подсолнечном русском масле. Почему он это делает? Потому что от оливкового есть некоторая горчинка. И, как бы, она не свойственна борщу, потому что это все-таки русское национальное блюдо. Можете считать его украинским. Дело право ваше. Ну, как бы, сколько мнений, столько и рецептов. Так как воду набирала мама, а не я, я беру вот таким вот образом, убираю отсюда лишние литры, так скажем. Потому что все равно, как бы, еще куча ингредиентов сюда придет, и лишняя вода, она нам ни к чему. Все, я закончила отрезать попки. Сейчас у нас будут овощи немножко шипеть, это вполне нормальное явление, у нас же масло в сваре есть. Закидываем, чуть-чуть румяним овощи, мы не поджариваем их до состояния ой-ой-ой. И также закидываем овощи. После того, как мы нашли овощи, они поджариваемся, мы просто берем и отправляем их в бульон. Пока овощи у меня жарятся, я беру соль, там обычный соль, морскую, беру ложку и сырю бульон, пока вода еще холодная, ну, относительно холодная. Чтобы бульончик был наварившим, соленым и вкусным. И помешивать. Объясняю, почему я варю сейчас не на говядине. Обычно я это делаю на говядине. И по рецепту он тоже, в принципе, на говядине. Но у нас остались куриные потроха, почему бы их не использовать? Почему бы они должны будут лежать? Поэтому варим на курице. И так, пока мама там решает вопросы, ну и важные, супер важные, я беру и уже закидываю овощи в бульон. Допишите, пожалуйста, еще на Александру. Александр, тебе будет 25-26. Ну, к Людмиле тогда давай. Вау! Когда я закинула все овощи, курицу, посолила, не перчила, в течение где-то полдутора часов бульон должен вариться сам по себе, томиться, сильно не кипеть. Ну, короче, спокойно себе отдыхать, буреть, кипеть, купить. Вот. Ну, короче, я когда я в школу говорил, чтобы ты у меня там кипел и бурлил. Вот. Отдыхает себе спокойненько. Скажу такую пометочку, так сказать, камень тут холодно отдыхает. От белка, от курицы, от любого мяса выделяется пенка, короче, осадочек. Вот этот осадочек мы должны снимать. Просто должны. Ну, не хотите, не снимайте, если вам так, конечно, будет вкуснее, лучше. Ну, я всегда его убираю, мама убирает. Для этого просто возьмите столовую ложку, какую-нибудь емкость, блюдечко, и аккуратненько собирайте эту пенку. Но, впрочем, я все сказала. Вроде бы. Прямое включение. Камера остается дома, а я иду за свеклой и чесноком в ближайшее обочное, которое у нас недалеко от дома. Вот такие вот спартанские условия у меня, потому что папа работает. Вот такая кулема из меня вышла, полонки, ботинки, и я иду. Тут у нас на выходе есть вот такая вот дырочка. Вот она. И через нее я сейчас буду прорезать, впрочем-то. Вот так вот. Опа! И я уже на другой стороне. Так просто до магазина идти короче намного. Вот. И теперь немножко вдобавлю прямо-прямо-прямо до овощного. Такая вот у нас погодка. Все нравится. Так вот. О-оу! У нас здесь первая претрада. Ну, сейчас я буду это все обходить. Вот так вот. Оп! Оп! И все. Я шагу дальше. Потому что быть промокшей я не хочу. Соблюдаем, короче, правила по фикрактике в борьбе с коронавирусной инфекцией и соблюдаем правила безопасности. Надеваем маску. Я уже подхожу к магазину потихонечку. Поэтому еще и сломала ноготь на факе. Ужас. Короче, я совершила свои покупочки в мощном магазине около дома. Вот. Я извиняюсь за то, что рисуется камера. Я просто не могу ничего с этим поделать. Как бы стабилизатора у меня нет. Вот. Фух. Все. Я купила, короче, свеклу и чеснок. Свекла, конечно, такого повидавшего вид уже. Там есть и гнилая лежала. Вот. Ну, как бы с иностранцами, так скажем. Что-то им говорить по поводу того, что их продукт ненадлежащего вида как бы очень опасно. Вот. Взяла чеснок. Чеснок вроде хорошенький. Вот. 200 рублей за килограмм, представляете? Чесночок. Я обычно считала, всегда, что чеснок такой, дешевый продукт достаточно. Вот. А свеклу, честно говоря, я не посмотрела на стоимость. Ну, в общем, покупка у меня вышла на 82 рубля. Потом я уже бегу домой поскорее готовить борщ. Потому что потом приедет Кирилл после тренировки, его тоже нужно кормить. Вот так вот. Я продолжала готовить. А ты не продолжай меня слушать. Я думаю, ты не стоишь, я пока слушаю. Ой, боюсь я порчу. Короче, я взяла наушники, потому что я всегда в основном что-либо делаю с наушниками, с музыкой. За это время я успела почистить, нарезать свеклу. Также картофель почистить, нарезать. И замочила картофель в холодной воде, дабы он не... Короче, выпустил свой крахмал и не был такой рассыпчатый при варке. Дальше секретами красноты борща является в том, что одну из трех свекол я налезала и сейчас я ее отправлю в соковыжималку, чтобы забрать весь свекольный свекольный сок. И как я его заберу, потом в конце уже как я обжарю свеклу, добавлю овощи, этот сок я добавлю чисто в суп. Мама мне помогла, помыла сковороду, на эту сковороду я налью масло и сейчас начну обжаривать свеклу. Также на подсолнечном масле. повторюсь почему, потому что оливковая дает горечь и горечь в борще нам не нужна. Впрочем, сейчас я приступлю к соку. Пока сок дальше скапывает, я покажу вот столько всего получилось. И потом мы его отправим в суп. И сейчас мы будем приступать уже к жарке свеклу. Добавляю подсолнечное масло. Добавляю его обильненько достаточно, чтобы мне ничего не пригорало на этой драйской сковороде, которую я ужасно больше ненавижу, потому что она кривая, косая, и у меня лично ничего не получалось. Беру свеклу и отправляю. свеклу мы сильно не зажарены, лишь даем ей подрумяниться и отпустить сок, который в ней все содержится. Продолжаем готовку. Дальше следующее, что я очень сильно люблю в рецепте сливлива, это использование сливочного масла, поэтому в борщ с свеклу мы также добавляем сливочное масло. масло можно не жалеть, вполне обильный кусочек добавить. И сейчас я уже прошу добавлению томатной пасты в нашу свеклу. На этом моменте я также сок посолю и посолю. Все, я это делаю на грыл как такового рецепта в количестве граммовки у меня нету. Все делаю на свой вкус и на свои объемы. я обычно с солью и сахаром вообще с специями я не шучу, я стараюсь не перебарщивать. И как бы считаю если человеку нужно будет то лучше пускай он сам добавит нежно я пересолю или перебарщу короче со специями. Поэтому каждый делает на свой вкус. Я открываю теперь саматную пасту и баночки это не реклама. И вот я добавляю прям все количество табачной пасты. Обычно мы используем помидорку но вот эта мама почему-то оказалась именно в баночках. Я все помогаю вот такой лопаточкой чтобы все остатки пасты из банки вытащить. Потому что очень большое количество пасты остается по стенкам и как бы в чем все это выбрасывает. Можно еще также добавить воды потому что нам все равно по рецепту нужно перемешивать чуть позже так и делаю. Пока мы тут все перемешиваем чтобы свекла у нас была однородная масса вместе с томатной пастой мне нужно переживать что это сейчас все густовато мы потом добавим воды в это митничка плашного вот и сейчас я буду добавлять сюда воду саду можете не бояться переборщить потому что в любом случае это все пойдет в суп а суп это у нас как следовательно водяная масса я еще добавляю водички теперь я беру лимонный сок он мне нужен был для приготовления медовика поэтому он у меня остался он у меня есть вы можете использовать половинку лимона и причем лимон вы выдавили лимонный сок и лимон оставляйте прямо здесь пусть по какое-то время это все нас оттомится почему я добавляю лимон для кислинки я ценю в борще кислинку и мне это очень нравится можно даже для любителей сюда просто добавить кетчуп это тоже кислая среда очень хорошо сюда подойдет сейчас я беру крышку все это накрываю для томления вся смесь может топиться в течение некоторого времени пока я достаю из вот этой вот смеси точнее из бульона короче говоря все овощи и просто их утилизирую и буду добавлять туда уже картошку с капустой причем вот я все достала из кастрюли сейчас я добавляю капусточку добавила капусту сейчас я сливаю воду картошки и добавляю картошку все еще добавила сейчас я немножко еще подожду свеклу в сковороде и тоже буду добавлять сюда все свекла тоже готова поэтому я спокойно могу добавлять тоже в суп я добавила огня чтобы суп немножко прокипел и сейчас время как раз таки добавлять свекольный свекольный сок ну и по итогу у нас получается вот такой вот красный борщ ну и сам последним этапом приготовления борща у меня будет выдавливание чесночка я добавлю совсем немножко то есть 3 зубчика на 5-литровую по-моему это кастрюля если я не ошибаюсь ну что Саша сварила борщ она уже поела уже Игорю дала положила тарелочку и сейчас я тоже буду кушать давай Санчис умничка молочинушка какой красивый наверное еще вкусный а чесночком как пахнет давай корни чесночку борщик и я в белом я тебе ложку что ты говоришь я тебе ложку принес про белое если я коснусь про белое про белое а про белое ты в белом ну что дорогие друзья нам приятного аппетита и вам всем кто сейчас завтракает обедает или ужинает больше от Саши по рецепту и влива с хлебушком в белых футболках да в белых футболках я вообще-то начинала его готовить в белой футболке а я думаю что-то в черную переоделась я тоже в белой футболке ну и что видно кто самый голодный был видно кто самый грязный пока что я все съела и каплю посадила да и под конец вот самую маленькую капельку посадила хотела сказать горю я даже не это не запачкалась ну и вот маленькую капелюшечку посадила но с моими порошками в этом никакой нет сложности все это отстирается и проблем не будет борщ вот такен и вот такен и смело готовьте по этому рецепту и вы будете приятно и вкусно удивлены честное слово но у нас получается как всегда по традиции вышел я надеюсь для вас тоже вкусный влог пишите ваши комментарии давайте поддержим сашку она большая-большая молодец и на самом деле ей будет приятно ваша оценка на заню готовить пиццы печет пищеварит торты делает уже занята на машинке шить умеет белье даже любит гладить хорошая хорошая жена будет но кровинушку свою растили старались поэтому молодец молодец сашка я довольна не всем под силу сварить хороший добротный борщ именно добротный не водичку такой вот знаете ну вы меня понимаете сейчас телеграмм сидели девчонки рассказывают олите пишет говорит сварила борщ аж жалко трогать его кушать я понимаю прекрасно но вкусноту надо кушать и надо ею делиться поэтому приятных вам аппетитов пишите комментарии давайте сашу поддержим ну и что до завтра пока пока а